Братья-медведи носик и хвостик в спячку даже не ложились. Всю зиму играли, доели. Их старшие сородичи тоже время от времени вылезали из берлоги, чтобы подкрепиться. И делали они это до тех пор, пока в плодовых Велеса совсем-совсем ничего не осталось. Ситуация осложняется тем, что сотрудники реабилитационного центра не смогли в этом году сохранить урожай яблок. Витамины. Беда с яблоками. То есть мы, помните, осенью у нас были горы яблок, да, и мы по рекомендации наших знакомых друзей попытались их сохранить. Пол корпуса засыпали опилками, яблоками, все правильно приложили, сгнило все. То есть фактически ни одного яблока не осталось. Помимо гиповитаминоза, косолапам весной угрожает гиподинамия. Двигаться после сна они не хотят. И стимула нет. В природе, в поисках пищи, звери проходят до 50 километров в день. А здесь обед по расписанию. Так что хищники теряют мышечную массу, накапливают жир. Представьте, выходит медведь из зимней спячки и видит вот это. А дальше как в сказке. Кто сидел на моем стуле и сломал его? Наверняка ведь забыл, что сам и сломал еще осенью, до того, как лег спать. Мебель выполнил, наверное, заказ. Просто не выдержала веса огромного мишки. Это намек Потапыч. Пора в спортивный зал. Если старшие медведи больше тяготеют к занятиям йогой, вытягиваясь во всех направлениях, то младшие хотели бы посещать качалку. Поэтому примерно месяц назад в реабилитационном центре объявили конкурс на создание звериных тренажеров. Поступило более 70 заявок. Из предложенных вариантов сотрудники выбрали один – антивандальный. Площадка, какая будет подвесная, несколько колес, тоже подвесных, как качели. Сеть тренажерных залов предложила нам блины от штанг. То есть мы будем делать им тренажер. То есть блины вынесем за территорию, конечно, вольеры. Но тянуть они будут со своей стороны. Поэтому у них будет настоящий тренажер. Новые вольеры для молодежи уже готовы. Осталось лишь доделать берлогу и установить спортинвентарь. Носик и хвостик с нетерпением ждут переезда. Потапыч доламывает свою старую мебель. Гималайцы Миша и Маша слишком впечатлительные. И днем, пока идет стройка, не покидают укрытие. Единственный медведь, которого никак не волнует происходящее – Антонина. Хищница, которую в проголоде держали на цепи 8 лет. Заниматься спортом теперь уж точно не планируют. Как же такую фигуру портить? Юлия Васильева, Тимофей Чекмарев, Ольга Потапенко. Вести Петербург из Ленинградской области.